всем привет сегодня бы хотел рассказать вам историю истории жизни о том как я работал в банке и стал свидетелем крупного мошенничества со стороны сотрудников банка и сегодня бы хотел рассказать эту историю поделиться с вами с вами эта информация и в конце видео рассказать полезные лайфхаки которые помогут вам избежать такого вида мошенничества и не стать жертвой мошенников сотрудников банка прошу подписаться на канал банковский клуб нажав на красную кнопку подписаться затем закрашенный колокольчик также прошу поставить лайк под этим видео если у вас будут вопросы по данной теме пишите в комментариях мы постараемся как можно быстрее на них ответить вот итак для начала хотел бы рассказать вам предысторию чтобы вы понимали что к чему да как я молодой студент после третьего курса обучения то есть младший специалист я пошел работать в банк меня посадили на простой участок на меня повесили подотчет банковских карт и пин-кодов конверта с пин-кодами к ним что такое подотчет это когда на мне официально висели эти карты например если у меня было подотчете тысячу карт и тысячу пин-кодов то соответственно я за них отвечал если я кому-либо выдавал клиенту или же сотруднику банка такое тоже бывает эти карты то я должен выдавать под расписку меня должно быть должны быть расписки под каждой выданные выданную карту или их количество у меня были подотчете карты именные то есть те которые ждали уже клиентов то есть должны прийти клиенты получить эти именные карты вот и карты не именные они же еще называются предоплаченные карты или мгновенные карты это карты которые не подвязаны еще ни под какого клиента и как правило Эти карты выдавались по первому требованию При первом обращении клиента Они являются кредитными То есть, по сути, они пустые Если приходит клиент То, чтобы клиент не ждал выпуска именной карты Ему эту кредитную карту Она с кредитным лимитом Выдавали клиенту сразу Чтобы он получил эту карту И сразу же шею пользовался Вот Это непосредственно мой участок работы Если вас интересует оформление кредита Наличными, кредитной карты Или микрозайма онлайн на карту То, перейдя по ссылке под этим видео Или в закрепленном комментарии Мы предложим вам самые выгодные кредиты От банков и микрозаймовых организаций С бонусами, кэшбаками и акциями В каждом банке есть только подразделение Которое занимается зарплатными проектами Что это за подразделение? Это подразделение, которое привлекает На обслуживание в банк Заводы, предприятия, компании И чтобы эти новые клиенты Получали зарплату через наш банк Вот И у нас в банке был человек Который получается был связывающим звеном Между компанией Которая хочет получать зарплату через нас И банком Вот И по сути этот человек занимался Сбором документов Для оформления зарплатных карт И выдачи зарплатных карт Вот И если же клиенты Клиенты по этому зарплатному проекту Хотели кредитную карту То этот сотрудник банка Приходил ко мне И получал вот эти мгновенные карты Которые потом уже Как бы этот сотрудник Подвязывал под клиентов К их зарплатным картам Вот Ну соответственно Частенько этот человек Приходил ко мне Получал там по 10 По 20 Мгновенных карт Кредитных Которые я Под расписку Отдавал Как бы И по сути За мной уже Как бы Круг ответственности По сути За мной заканчивался И то что происходили То что было с этими картами дальше По сути меня не должно волновать Где-то через полгода Меня вызывает Служба безопасности И говорит Принеси мне Пожалуйста Принесите Андрей Принеси мне Расписки Под определенные карты Там номера карт Ну я пошел Нашел документации Расписки о том Что я действительно Выдавал Такие карты И там был Человек Который получил Эти карты Непосредственно сотрудник Который занимался Зарплатными проектами Я конечно Сначала не понял Что происходит Как бы Но потом Как бы Как обычно Через время Все начинает Влазить Наружу Что Что получилось Получилось так Что этот сотрудник Который получал Эти Мновенные кредитные карты Он Эти карты Подвязывал К Существующим Зарплатным картам По документам Сотрудников Те компании Которые получают Зарплату И по сути Без их согласия Подвязывал Эти кредитные карты И пользовался Этими кредитными картами Что самое интересное Он пользовался Этими кредитными картами На протяжении Трех лет То есть Вы можете Представить Какое количество Кредитных карт Было выпущено А я вам скажу Мы потом Подсчитали Это было Где-то около 20 миллионов гривен Было Выпущено Кредитных лимитов На кредитных картах И ими воспользовано Почему На протяжении Что самое интересное На протяжении Трех лет Этот сотрудник Банка Снимал деньги Обналичивал Эти деньги Пускал В свой бизнес Пропускал Через бизнес И что самое интересное Он погашал Эти кредитные карты Поэтому Так долго Эта схема работала Потому что Банку все равно Типа Деньги сняли Кредитные проценты Погашаются Никаких вопросов нет Но что же все-таки Случилось Случилось то Что Этот сотрудник банка Допустил ошибку Он По одной кредитной карте Не проплатил Несколько дней Платеж По По этой кредитной карте И Служба безопасности Банка Направила сообщение На Эту компанию Которая Оформлена Как зарплатный проект Что Ваш сотрудник Не оплатил кредит Пожалуйста Сообщите ему Пусть погасит кредит И Этот сотрудник Пришел в банк И сообщил Что я никаких кредитов По сути не брал Вот И это было Начало конца Этой мошеннической схемы Этого человека Что дальше Как я говорю Все по сути Техническую часть Данного расследования Со стороны Службы безопасности Возложили на меня А что именно То есть По сути Меня заставили Искать Все кредитные карты Которые подвязаны К зарплатным Картам Прозванивать клиентов Узнавать Как у них дела Под видом Заботы банка И Если же клиент Говорил о том Что Я не брал Никаких кредитов Я просто Себя отмечал Что этот человек Не брал кредит И по сути Мы Насобирали Таких карт Около Около 200 карт На общую сумму 20 миллионов Гривен Служба безопасности Конечно Подняла Возложила Криминальную Ответственность На этого сотрудника Но Этот сотрудник Вывел деньги Своего бизнеса Получается Он эти деньги Прокручивал Через свой бизнес Вывел деньги И погасил Эти все кредитные Карты И Дальнейшую судьбу Я особо не знаю Как бы Что там было Но Знаю Что этого сотрудника Точно не посадили Не было Каких-то Судебных Разбирательств А просто Попросили его Уйти из банка При том Что он погасил Полностью Все кредитные Карты И все задолженности Которые там Есть А теперь Хочу рассказать Вам несколько Лайфхаков Которые помогут Вам Не стать Жертвой Этого Этого вида Мошенничества Со стороны Сотрудников Банка Во-первых Я когда Начал Заниматься Проверкой Этих Этих Всех банковских Карт Я понял Одно Что Любая Операция Любой шаг По любой Операции В банке Она Сопровождается Записью В Банковские Программные Комплексы Программы То есть То что я Выдал Карты Это записалось В программе Под моей Фамилией То что Этот человек Зарплатных Позаплатным Проектом Получил Эти карты Тоже Тоже записалось То что Этот Человек Потом Оформил Эту Кредитную Карту Это Тоже Была Запись О том Что Этот Человек Под Свою Учетной Записью Подвязал Эту Карту К Зарплатной Карте То есть Все Операции Сопровождаются Временем Датой И Фамилией Кто Это Был Поэтому Если у вас Есть какие-то Подозрения На Сотрудников Вы можете Обращаться В банк В службу Безопасности Писать заявление И По Вот Этой Цепочке Цепочке Программным Коплексом Служба Безопасности Может Отследить Участников Этих Мошеннических Схем Также Рекомендую Вам Все же Если же У вас Есть Там Например Вы Обслуживаетесь В каком-то Банке Иногда Хотя бы Раз В год Если У вас Нет Если Вы Зайдите Посмотрите Что У вас Там Есть Нет Лишних Карт Кредитов И всего Остального Если же У вас Нет Интернобанки То Просто Позвоните На Горячую Линию Просто С ними Поговорите И спросите Что У вас Есть Помимо Той Карты Например Того Вида Продукта Который У вас Есть Что Есть Помимо Этого Всего Раз В год Можно Позвонить Для Своей Безопасности Понимать Как вы себя позиционируете В этом банке Ну и вот Недавно Министерство Цифровой Политики Сообщило Что В ДИЕ Будут Отображаться Все ваши Операции Которые Если Если вы Берете Кредит Кредит Какой-то То В ДИЕ Будет Приходить Сообщение О том Что Вы Взяли Кредит Или На вас Взяли Кредит Это Тоже Один Из Инструментов Безопасности Для вас Поэтому Регистрируйтесь В ДИЕ Там Действительно Разворачивается Очень Достаточно Много Разных Полезных Сервисов Что Государственных Что Личных Которые Помогут Вам Дальнейшем Прошу Подписаться На канал Банковский Клуб Нажав На Красную Кнопку Подписаться Затем Закрашенный Колокольчик Также Прошу Поставить Лайк Под этим Видео Если У вас Будут Вопросы По Данной Теме Пишите В Комментариях Мы Постараемся Как